Стаи бездомных собак на улицах городов и сел становятся уже привычной картиной, особенно весной. Но лишь немногие задумываются о том, что это угроза нашему здоровью. Только с начала этого года произошло уже 52 инцидента. По-новому взглянуть на ситуацию с братьями нашими меньшими заставил закон об ответственном отношении к животным. Причем речь идет и о домашних питомцах, и о бродячих. И если по поводу первых особых проблем, как правило, нет, то бездомные животные вызывают тревогу. Особо напряженная ситуация сложилась в Чебоксарском районе. Здесь стаи собак бродят по дворам в поисках еды. Они все постоянно здесь гуляют, потому что мусорные отходы здесь у нас вышли. Все они собираются, чтобы туда не подходили люди, они нападают. Хором! У меня тоже случаи были, на меня напали, хорошая рядом машина была, я защищался. У меня двое детей. Когда мы идем в садик, по пути мы проходим мусорные контейнеры, там очень много собак бегают. Пожалуйста, вот на нашем фоне лежат двое. Они пару раз нападали даже на нас. Бывают случаи, вот случай сейчас был возле школы. Там вообще на одного ребенка напали. Собаки водят по ночам, мусор разбрасывают. Нужно что-то предпринять, но никто пока что не знает, что делать. Многие пострадавшие обращаются в правоохранительные органы. По каждому из таких сообщений проводится проверка. В случае, если потерпевшему причинен вред, а у животного имеется хозяин, последний привлекается к административной ответственности. В случае с бродячими животными полицейские оказывают содействие городским районным властям в решении проблемы и обеспечении безопасности. Решить проблему поможет строительство приютов для бездомных животных. Этого требует и закон. Ответственность лежит на местных органах самоуправления. Сейчас в республике приют есть только в столице Чуваши. На очереди Шумерля и Чебоксарский район. В планах построить еще один в Чебоксарах. Планируем на этой неделе в числах 8 объявить аукцион. На территории Чебоксарской станции по борьбе с болезнями животных, который находится в поселке Кугеси, на данный момент ведется работа по ремонту старых зданий. И в дальнейшем они будут принимать животных без владельцев. Конечно, ветеринарная служба Чуваши контролирует вопрос отлова бродячих собак. Из бюджета им выделяют средства. Но вот куда отправлять бездомных животных дальше – большой вопрос. И он связан прежде всего с гуманностью нашего общества. В связи с вступлением в силу федерального закона об ответственном обращении животных в республике, как и в целом по стране, сложилась сложная ситуация по данному вопросу. В текущем году также в 13 муниципальных образованиях заключены договора на отлов бездомных животных. И мероприятие проводится. А если все же бездомная собака напала на вас и укусила, то надо немедленно промыть место укуса водой с мылом и наложить давящую повязку для остановки кровотечения. После сразу же вызвать скорую. Животное может болеть бешенством. Бригада медицинской помощи доставит вас в травмпункт одной из медицинских организаций города Чебоксары или республики, где вам проведут уже дополнительные медицинские мероприятия, то есть по очистке раны и профилактике инфекций, различных заражений и инфекций. Конечно, многое зависит и от людей. Большинство уличных собак когда-то имели свой дом. Но хозяева решили лишить их тепла и любви. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. В эту субботу в ТЦ «Мегамол» на нулевом этаже с 12 до 18 часов будет проходить благотворительная выставка по пристройству щенков и собак из приюта «Право на жизнь», где каждый желающий сможет осчастливить маленького друга. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Андрей Шоклев, Республика.